Люди выбирают свое будущее. Выбирают свое будущее на довольно длительный период. Я думаю, что те положительные поправки, которые предложены, они как минимум определят на 2 на 3 десятилетия жизни. Как с 1993 года Конституция действует, порядка 27 лет сейчас, так соответственно и эти поправки фундаментальны. Почему? Они касаются... Это то, чего не было в той Конституции. Это то, чего не хватало, о чем говорили. Это защита традиционных ценностей. Причем традиционные ценности не пафосное выражение. Это ценности, которые проверены веками, которые... Ну, как технология. Технология. Что такое технология? Технология – это совокупность действий, организованных, системных, которые заведомо дают запланированные результаты. Так вот, традиционные ценности, они дают запланированные результаты. Они проверены 2 тысячелетиями развития людей. Семья, забота о молодежи. Забота о молодежи. Это важно. Забота о людях, которые находятся в социальном защищенном кругу. Это все в новых поправках есть. Говорится, например, поправки в Конституции направлены на усиление власти президента. Где же они направлены на усиление власти президента, когда они, наоборот, направлены на децентрализацию, на передачу части функций президентских в Государственную Думу и Совету Федерации? Если раньше премьер-министр утверждал президент, то сейчас в этих поправках предусмотрено, что премьер-министр утверждает в Государственную Думу. Если раньше вопросы силового блока решались практически единолично президенту, сейчас этот вопрос отнесен в том числе к ведению Совета Федерации. А ведь Совет Федерации – это орган очень солидный. Почему? Потому что в нем по два человека от каждого региона. От исполнительной власти и от законодательной. То есть это место, где сидят люди, заседают, которые понимают, как устроена жизнь регионных. И которые в режиме консультации, что предусмотрено поправкой, очень серьезно высказываются на предмет тех или иных изменений. Есть такой орган, называется Венецианская комиссия. Это очень солидный орган по развитию демократии. Не представительский, в абстрактном смысле этого слова, а аналитический и в определенной степени формирующий практику. По вопросам, в том числе, конституционных реформ. И вот когда принималась конституция в 1993 году, Венецианская комиссия дала ей в целом оценку положительную, но отразила определенные рекомендации в части того, что обеспечение мониториного контроля деятельности судебного сообщества, децентрализация полномочия президента, вот эти сейчас вещи, они сейчас по сути реализуются. Конституция Конституция – это не абстракция, это не просто бумага, на которой написаны буквы, это не декларация, это не концепция, это норма прямого действия. Поэтому, если там социальный блок отражен, если там ценностный блок отражен, если там территориальный блок отражен, это никакая не ширма, это реально действующие вещи. С точки зрения внутренней организации, устройства государства, то есть это важно отразить в Конституции. Это не уровня законодательного, это не федеральным законом должно быть отражено, это именно в Конституции должно быть отражено. По сути дела, это сейчас будет реализована конституционная реформа, и совершенно новые возникают правовые моменты. Что в этом смысле плохого в обнулении, если обнуление – это не означает автоматические какие-то вещи, обнуление – это означает возможность дальнейшей политической борьбы. Безальтернативности здесь никакой нет. То есть что, в чем подвох-то? Давность не играет роли, играет роли эффективность, KPI. Ключевые показатели эффективности играют роль. И вот их сравнивают с аналогичными показателями предыдущих годов, в том числе начиная с 90-х. Мы сейчас только что сравнили. Это подмена понятия. Надо измерять не длительность, а эффективность. И эффективность надо измерять с учетом того, что было, пустые бюджеты и полные, и с учетом того, в каком мире мы живем, какое прессинг давления происходит в целом. Вот это надо смотреть. Вот это надо смотреть. Результаты труда. Результаты труда.